Добрый день, дорогие господа и дамы! Добро пожаловать на нашу очередную серию противостояний! Сегодня со мной Пума. Пума, привет тебе! Привет-привет, ребят! Всем приветища! Сегодня у нас очередной ролик противостояний, уже второй выпуск. И сегодня мы поговорим о такой, знаете, на... не знаю, как это назвать... Нашумевшей теме. Это, собственно, о самом Ютьюбе, да, мы будем сегодня говорить? Да, Ютьюб, что на нем творится, что происходит вообще. Потому что понравилась нам эта идея, и, кстати, понравился выбор с командами, то есть Барселоны и Баварии. Ну, на мой... Да, это будет рубка, конечно. Да, на мой личный взгляд, это на данный момент самые сильные команды в мире. Ну, это, опять же, мое объективное мнение. И я думаю, что противостояние именно этих команд, просто Эль Классику, это было бы слишком банально, да, я думаю? Да, конечно, конечно. Да, поэтому мы выбрали Барселону и Баварию. Реал Мадрид тоже будет участвовать, но уже с другой командой, не против Барселоны тоже, да, наверное, может быть в следующем выпуске, если вы проголосуете. Сегодня мы говорим о Ютьюбе, играем такими огромными, можно сказать, великими по своей истории, да, и по своей сути командами. Это ФК Барселона и... Так они еще могут встретиться в этом... В Лиге Чемпионов, да, ну, смотря кто как пройдет, да, кто как пройдет и кто может... Или могут кто-нибудь вылететь, например, да, почему бы и нет, может команда, потому что в Лиге Чемпионов происходят порой странные вещи. Все, да, да, да. Ну что, ну что, мы же вам готовы, да? Погнали, погнали, Томас, погнали, поговорим с тобой. Да, действительно, на самом деле, друзья, на Ютьюбе проходят вообще, ну, непонятные вещи просто, да, люди стали зарабатывать, блядь, по-разному, да, вот эти, вот эта пиздобрашка, вот эта вся, я смотрел, Немагия, Симонов, да, я иначе назвать не могу, ребят, пиздобрашка, да, как можно называть канал Добра и Позитива, где постоянно епошутся, обсуждают друг друга, можно сказать, хуесосят вечно, так оно и есть, Томас, так оно и есть. Есть такое, да, но это... Просто, понимаешь, ну, они друг другу чем-то доказывают. Ну, я не понимаю, вот чем они вот этим боем, они друг другу уже, в принципе, ничего не доказали, и все люди опять смотрят одно и то же. Вот Симонов недавно записал, он уже с каким-то Шиловым драться будет. Полез я на этого Шилова и посмотрел, там, блядь, слесарь, ебаный в рот, с завода. Смесарь завода. Я не понимаю, ребят, настолько интерес... Вот настолько много интересных вещей, в принципе, те же игры смешные, смотри, все... Ну, вот эти бои, это просто поросячий ебать его замес. На самом деле, да, я думаю, что все-таки... Ну, во-первых, это, как всем известно, это лишь сбор средств, сбор бабла. Давай вот это начало посмотрим, в это время будем обсуждать, да. Это сбор средств, и они уже не знают, как заработать деньгами, но не умеешь ты драться. Собери реально какой-то, не знаю, лучше даже Versus Battle, где просто словами, да. Ну, просто столько бабла уходит на эти билеты, столько они зарабатывают, а в итоге получаем какой-то, блядь, вонющий бой. Просто словами Versus Battle вызови, там, договорись с этим ресторатором, сделай так, чтобы это было интересно, но на эти бои крайне неинтересно. И теперь каждый конфликт он будет вызывать на бой. Я просто тупо бы, если бы даже меня кто-то и вызвал на бой, я тупо бы не согласился, не потому что я там кого-то боюсь или еще что-то. Просто я думаю, это, если ты хочешь заработать, то делай это красиво, драться, если ты не умеешь. Не стоит, блядь, это, сука, так, это, конечно, мы прекрасно понимаем, это все для денег, пиара, это охуительный пиар-ход и охуенное бабло, но, блядь, это выглядит так убого, особенно вот эти стримы, где шлюх, помнишь, танцевали две шлюхи, блядь, перед боем, блядь. И я не знаю, я не знаю, ребят, это реально очень-очень, может, многие с нами не согласятся, но я думаю, по сути, это верняк, то есть так и есть. Ребят. Тупой пиар-ход, может быть, даже и не тупой, а в какой-то мере даже очень хитрый, потому что... Ну да, он грамотный, Томас, он грамотный, в принципе, в плане денег, в плане денег. Он очень грамотный и... Такие, вот такие, как они считают эти... Так ведь получается, не магия, не магия сама сказала, сама сказала, что они подрались и нихуя не изменилось. Сереженька, как начал их, там трой... Ну, то бишь, трой... Оу, сейфной раз. Тогда было красиво. Тролль, хуёль, постоянно опять искать какие-то оправдания, какие-то вот опять флешки. В общем, вот это, ребят, вот за что я хотел сказать, что вот это просто сериал, понимаете? Сериал, который, блядь, в принципе, остопиздит. Вот, в принципе, флешка, теперь какая-то к хуям флешка, на которой там после боя, пиздец, там не магия, вроде, чудила там чуть ли, блядь, не знаю, там на Симонова с ножом не кидались, пузь знает в этой раздевалке. Что-то в таком... Ну, там реально, там уже просто клоунада, ребят, это реально клоунада. Я по-то... Вот я считаю, да, вот мне бы этот нахуй бойни... Ну, сколько там билет, говорят, в среднем был? Я не помню, по-моему, две, да. Две тысячи! Да за две тысячи я лучше схожу на чемпиона мира, посмотрю, Геннадия Головкина или Федора Емельяника. Пусть я буду сидеть в жопе мира, ребят, но я за две, блядь, тысячи буду получать удовольствие от того, что я, блядь, смотрю реальных чемпионов, реальных спортсменов. Ну, тут видишь, тут еще плюс, ты видел, кто там сидел? Там очень было много таких подростков, школьников, да? В зале, которые думали, реально будет крутой бой, нахуй, ждут, типа, реально очень эпичный бой, потому что там вроде блогеры поссорились, это намного интереснее, типа, по их мнению смотреть, нежели чем какой-то профессиональный бой. Нет, на самом деле это не так, это уебищный бой, и, блядь, смотреть его просто не, нахуй, ну, невыносимо, не, блядь, невозможно. Это тупо, блядь, сбор денег, им-то нормально повеселились, типа, поприкидывались, что они друг друга ненавидят, а потом бабах, и просто бабки собрали. Вот, вот, ребят, и, блядь, многим это, нахуй, нравится, ну, хуй знает, ребят. Вот я говорю, Вов, как это нравится, люди просто схавали эту тему, и все, да кто знает вообще, что они не по договоренке все работают, вот эти все истории, ну, ты, вот, посмотри, да, что выпускает не магия, ролик за роликом, что Симонов выпускает, вот, теперь, блядь, вот, где гарантии того, что это не договоренности, где, я понимаю, да? Да, нет никакие договоренности, да, конечно, они, мне кажется, даже в какой-то мере специально это все провоцируют, чтобы потом просто срубить кучку бабла на тех, кто думает, что это реально какой бы конфликт, и, знаете, он выглядит настолько правдоподобно, блядь, я не знаю, я не знаю, может быть, это реально был конфликт, но, вот, сразу вызывает набой, потому что, вот, есть зацепка, есть, да, сразу, как тебе сказать, мишень, чтобы срубить бабла, да, сразу, бой, 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 и теперь каждый конфликт будет у них оканчиваться боем, и, тупо, блядь, сбором средств. Вот, Симонов сам горит, я не знаю, почему вызвал такой ажиотаж эти бои, типа, знаешь, сейчас же он, типа, уже просит 500 тысяч, чтобы Шилов с ним подрался, да за 500 тысяч я ебал вообще с тобой драться, за 500 тысяч я, нахуй, на лету воробья выебу, реально, за 500 тысяч я еще должен заплатить Симоновому, Сергею, да, какому-то, чтоб он мне там, грубо говоря, либо набил ебало, да, либо я ему набил ебало, мне это нахуй не надо, я, если захочу подраться, я всегда пойду в ринг с друзьями, побоксирую, и мне будет нормально. Какой бой, какой бой, вот вообще, чё интересно смотреть, как зашли два, блядь, сорокалетних мужика, блядь, и пыхтят, пиздец, я достойно подрался, там, кулак отбил, я достойно, достойно. Да, блядь, посмотрите, лучше вайкер FIFA, где вам не надо платить деньги и реально эмоции, реально умение, там, не знаю, какой-то скилл, чем, блядь, где просто, знаете, они должны посмотреть на их бой, даже их пускать тренируют какие-то там чемпионы, они, блядь, как будто первый раз, блядь, на ринг вышли и просто дышат, стоят, дышат, а, блядь, за это платят две тысячи рублей, охуеть, две штуки рублей, я лучше две штуки рублей, реально, возьму бабу, блядь, за уши, нахуй, поведу, блядь, в кино, схожу на Дэдпул этого ебучего, чем нежели, блядь, посмотрю вот этот бой, блядь, ветеранов, нахуй, я не знаю. Пиздец, я просто, я, да, я взрослый парень, я знаю, что такое, когда ты решаешь проблемы, действительно, ты решаешь проблемы, ты, если выходишь на бой, даже когда ты договариваешься, я не раз в жизни своей, да, получал по лицу, сам давал по лицу, я просто за что говорю, Томас, ты, если выходишь, ты, действительно, у тебя это есть страсть, вот у нас, вот сколько раз у меня были, да, какие-то моменты, если мы действительно не могли решить их словами, да, один на один выходим и решаем, вот кто упал, тот, нахуй, и не прав, Кто упал, тот и не прав. И я выходил, вот это гол за чертой. Месси, Лионель, Лионель, Лионель все-таки нашел, нашел. Знаешь, он как мышка нашел. Находит дырочку и проскользает. Я за что тебе хотел сказать, Вов? Ребят, вот послушайте, внимательно. Когда ты выходишь, ты выходишь, у тебя мандраж. Ты вот, у тебя кулаки чистые, у тебя нет никаких бинтов. Вокруг тебя толпа, реально. И ты действительно должен сейчас, сука, доказать. Ладно, пусть ты получишь поебало, но все же там. Ты должен ему дать поебалу, доказать нахуй, что ты достойен в этой жизни чего-то, чтобы тебя уважали. И когда я выходил, я так получил поебалу. Не, я ебашил, я ебашил. Но я так получил поебалу. Я вот первый раз прочухал, что такое плюхи, что такое плюхи. Мне просто разок в хрюшку ебнули, ребят, грубо говоря, ебнули в хрюшку. Я тебе говорю, я звездочки сначала ловил, но я дрался, я дрался, мне похуй. И я упал, блядь, но я получил достойно пизды. А вот этот бой, который все ожидали, ребят, действительно, я недоволен этой хуйней, да. Почему именно какой-то немагия, да, может там троллировать всех, еще что-то. Я лично смотрел этот бой, да, я смотрел. И я ожидал лучшего от этого боя, наверное, любой из нас ожидал от этого боя. Ну, там какой-то зрелищности, да. И, блядь, вот этот смотреть поросячий был замес, конечно, неинтересно. И я не знаю, почему народ так ведется. Почему народ ведется вот на это все. Ну, тут я полностью с тобой согласен. Я бы тоже, вот, будучи в адекватном, знаешь, состоянии, возможно, и посмотрел бы какой-нибудь стрим, да. И то нам стрим, мы помню, смотрели, вообще не понравился. Мы давно хотели обсудить эту тему. Опять же, это субъективное мнение. Мы не имеем ничего против ни Симонова, ни Маги. Просто мы обсудили вот такой, знаете, в рот ебущийся ужасный пиар-ход, который просто тупо собирает денег. А сами каналы мы просто не смотрим. Мы объективно их судить-то и не можем, по сути. Вот в этом плане, именно вот этот момент, короче, мы обсудили. Это, мне кажется, немного, знаешь, даже некрасиво со стороны зрителям, да. Что-то в этом роде. Реально, вот если бы они взяли 2000 рублей, так давай сделай какой-нибудь versus battle, серьезно, да. Где ты можешь словами красиво просто застелить, да, найти в сопернике свое много минусов и просто-напросто захавай, да, как говорят. А люди просто морально унизить можно, да, словами. Ну, я вот за что именно драку, именно за эту драку, да, вот этот Миша с Немаги, парнишка, да, Симонов, Сергей. Два взрослых мужика, два взрослых мужика зашли, блядь, и обнимались. Зашли и обнимались. Ребят, зашли тупо. И 2000, вот, это 2000 рублей только с одного человека, а там людей было достаточно, достаточно. И вот, знаете, там срубили они до хуище. Мы не будем в чужой карман лезть, просто... Не читаем, просто говорим, да. Да, срубили они до хуище просто за обнимашки. Просто за обнимашки, реально обнимашки, блядь. Ничего, ничего полезного там красивого я не увидел. Обнимашки Немаги и Симонова, и все. Я понимаю, ты выходишь, вот, плюхи, данс, данс, пошел, все, кровища пошла там. Раз ебанул в бороду, присел, звездочки половил. А это пиздец. Потом, какие речи после видео? Четырнадцать боев отстоял этот. Да что ему доказывать? Я его въебал, все, жизнь прекрасна, все, все хорошо. В общем, полный пол... Вот, ребят, мне, честно, мне вот это, вот, вот это, как они зарабатывают деньги, абсолютно, в принципе, похуй. Но если вы это делаете, делайте хотя бы красиво. Да, устраивайте действительно шоу, а не отдышку стариков, блядь. Да, сейчас, и сейчас это реально игра престолов. Они этот, после боя, вот этого боя, они сколько, они еще, блядь, сейчас две недели обсуждали. Мне кажется, блядь, вот с этими пиар-ходами, так Симонов, блядь, и профессиональным боксером, нахуй, станет, чтобы, блядь, каждый, каждый конфликт кто-то сказал. О, на бой, на бой, две тысячи рублей, блядь, за обнимашки, нахуй. Да я ебал за обнимашки две тысячи рублей платить. И мне вот тоже, мне непонятен, Сергей, вот этот ход, да, вот канал добра и позитива. Если у тебя канал добра и позитива, какого хуя? Вот бой, да, бой, это же рукоприкладство, да, это с одной стороны. Добро и позитив, наоборот, должно, знаете, пропагандировать, не знаю, словесное, словесное решение любых проблем. Словесное решение. Да всегда, 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 даже, всегда говорилось, даже тот же тренер, вот я занимался единоборствами, да, я занимался рукопашным боем, занимался кикбоксингом. Я не понаслышке знаю, ребят, что такое, что такое драки и все прочее. Нам всегда тренер говорил, в первую очередь, знаете, что можно всегда убить человека словесно, морально, морально можете убить. И не надо драться, путь ты каким не был чемпионом. Тот же Федор Емельяненко, возьмите, но он же не ходит, не ебошит всех подряд. И вот этот, да, реально, Ютуб сошел с ума вот с этими драками, хуяками, впутывание, вот в это впутывание блогеров, Эрика Давыдовича, вот это всего. Вот эти, а не магия, да, со своей стороны, как их троллингом же, да, вроде как называют, те люди, которые ищут более-менее раскрученные. Ну и их, собственно, это контент, да, собственно, контент. Да, и троллят, и троллят, и троллят, вот, и я, блядь, вообще вот это их не политики не понимаю. Вот они троллят, 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 потом на них вот Эрик Давыдович, там я смотрел, типа на них там эти санкции или что он там, короче, пошел тоже куда-то там заявление написал, в общем, на них нахуй, короче. Не, ну вроде Эрик Давыдович нормальный мужик. Не, он мужик нормальный, в смысле апелляцию подал. Я понял, я понял, я понял, я понял. Ну, в общем, с этими каналами мы уже будем разбираться, наверное, потом мы чисто сейчас бой обсудили, да. Кстати, я сто раз обсуждал вот одну тему на Ютьюбе, да, вот тысячу раз, даже будучи, когда, блядь, пьяным запускал стрим. Как тебе вот нынешний, знаешь, раньше, когда Ютьюб действительно, вот, как он только начинал развиваться, особенно в русском сообществе, тогда только я начал снимать ролики, все дела, мы старались в, класть в душу, да, в ролики, даже пускай они будут игровыми, да, мы реально действительно вкладывали в них душу, старались придумать что-то оригинальное. У меня вообще долгое время не было тогда партнерки, там, она была только у единиц, да, и я реально, почему я начал заниматься Ютьюбом, потому что я не узнал, что там заработок или еще что-то, потому что его просто-напросто не было, а потому что, знаешь, это действительно было... Тебе это нравилось? Это нравилось, да, сейчас же вот много пидоров, грубо говоря, таких смазливых, да, которые кривляются на камеру, да, и считают, что это смешно, и действительно, многих школьников это забавляет. Как тебе вообще вот подобные форматы видео, вот эти челленджи, кривляния, абсолютно не смешные, неуместные шутки, а отсутствие рассуждать логически, вот, как тебе вообще? Ну, вот это, знаешь, оно, в принципе, мне по большому счету, мне кажется, это, конечно, с одной стороны, заебись, ну, тем людям, ой, хорош, тем людям, кто это смотрит. Ну, это, это неинтересно, лично мне неинтересно, и я думаю, большинства Ютьюба тоже неинтересно, когда просто какой-то, блядь, не знаю, там, действительно смазливый школьник, их можно сравнить, есть адекватный школьник и есть ебанутый, да, и, блядь, есть действительно два школьника, которые, блядь, вот, есть школьник нормальный, он может мочить корки, да, он может пиздато снимать там вот эти все, блядь, игры свои, его приятно смотреть. А вот таких придурочных, которые ведут себя неадекватно, которые умными пытаются себя сделать, ребят, ну вы уж пойдите лучше, блядь, для начала, блядь, тёлку отъебите, чтобы немножко повзрослеть, повзрослеть. Ну, на самом деле, такие детки меня очень-очень раздражают, конечно, и мне не нравится, когда действительно люди, которые просто... Особенно бывает, знаешь, что перекрасится, пидарас какой-то, скосит какой-то стиль, да, и сидит, блядь, челленджи, нахуй, снимает, как он там, блядь, гандон на ебло натягивает, сука. А потом это набирает кучу просмотров и говорит, аха-ха, когда вторая часть, блядь, я вообще не понимаю, вот это, блядь, тупость, сука, я реально не понимаю, это многим реально нравится, нахуй, они придумывают какую-то... Да, это, да, им нравится, ну, я, вот я, да, тоже этого не понимаю, можно и по-другому крыши сносит, ребят, можно по-другому сходить с ума, ну, если это нравится, то значит это, блядь... Мир сходит с ума потихонечку, да? Сходит с ума потихонечку, и я не представляю, если закроют ютуб, мало ли что может случиться с этим ютубом, да, я не знаю, там, блядь, что-то случится, просто это, понимаешь, какая истерика началась. Возможно, просто я вырос, но вот эти челленджи, блядь, совместные, да, которые не несут никакого смысла, или вот эти теги, что в моей сумочке, блядь, да, бывают такие, даже тёлки снимают, что, блядь, в моей сумочке, вот, просто вдуматься, да, в... Кому, блядь, интересно... Кому, блядь, интересно, что, блядь, в твоей сумочке, нахуй? Ебучая 15-летняя шалава просто берёт, снимает видео, что, блядь, в моей сумочке, нахуй? Я реально часто замечал, или моё утро, да нам поебать, как ты встаёшь, блядь, она, знаешь, ещё тварь, блядь, что самое, блядь, смешное, то, что она, как тебе объяснить, уже накрасилась и, типа, просыпается красивая, знаешь, она, а на самом деле, блядь, с опухшей рожей, блядь... Пропивашка такая, из простоквашина, блядь... Вот что-то вроде хуни, и вот, моё утро, блядь, типа, она, знаешь, нарезает фрукты, типа, у неё идеальное утро, как в Америке, вот это мне немного бесит. На самом деле, небось, блядь, отец будет её, нахуй, знаешь, красивый гол, кстати, передача классная. Отец будет, блядь, не знаю, там, тапками ей поебал, вставай, вставай, вставай мелко. Смара в школу, сука, хоре мечтать. Вот именно, большинство, большинство вот этих видеоблогер, они, знаете, показывают свою мечту, да, как они хотели бы жить, да, они там, закупаются фруктами, на самом деле, с утра жрут, наверное, какую-то, блядь, гречневую кашу, недоваренную, нахуй. Не, и на самом деле, да, на самом деле, ребят... Вот эти, знаешь, они покупают, действительно, у родителей там зарплата, они требуют, типа, мне для видео нужно казаться модной, требуют последние деньги на айфон, нахуй, чтобы, знаешь, выпендриться в видео. И, знаешь, такие школьные... А что там хуй сосёт и манку кушает? Через трубочку, блядь. Через трубочку, ёпте. Так что, я не знаю, вы просто, вот, девушка, девушка, вот, пацаны, пацаны, кто нас будет смотреть, ребят, запомните раз и навсегда. А вы будете их смотреть, они вам будут нравиться, ребят, ну, никогда не будьте с такой, никогда не будьте. Может быть, из тысячи будет одна такая. Ну, поверьте, это всё, у них в голове Ютуб, как этот, взлёт ебаный, звёздочку поймать и прочее. Реально, вот, я заметил, кстати, я один раз даже написал одной блогерши, да, у которой 15 тысяч подписчиков, она абсолютно не знала, кто я такой, потому что, ну, видимо, она по игровой системе, ну, не хухры-мухры, короче, просто, да, написал. Она реально, я говорю, можно с тобой познакомиться? Она говорит, ну, блин, зачем мне с тобой знакомиться? Типа, она со всеми так, и мой друг ей тоже написал, она ведёт себя высокомерно, понимаешь, она понимает, что она уже, блядь, больше 10 тысяч подписчиков на канале набрала, она уже понимает, что она взлетает, нахуй, да, и нужно ей что-то дать взамен на её общение, понимаешь, вот такие пёсды меня пиздец как раздражают. А вот этот YouTube, он действительно порождает школьников, и они чувствуют себя знаменитостями, вот, и это реально очень напрягает. Вот уберите, если вашему ребёнку нет, блядь, там, 18, и, по крайней мере, пускай он смотрит YouTube, там, лололошек всяких хуёшек, блядь, но пускай он, блядь, не снимает видеоблоги, блядь, до хотя бы, до хотя бы до 17, до 16. Нет, есть талантливые блогеры, есть, в 16, в 17 есть, но, блядь, большинство это, что в моей сумочке, как у моей подруги Ден Рожди, какой у моей подруги Ден Рожди, иду, иду, блядь, выбирать ей подарок, да пошла ты нахуй с такими роликами, нам похуй на твою подругу, нам похуй, блядь, что какие-то там ей стразы купила, блядь, или трусы с натяжкой, нам поебать, блядь, нахуя ты это снимаешь, нахуя это набирает столько много просмотров, почему? Как, блядь, за что? Что там полезного, блядь, как ты идешь с тупым еблом, нахуй, в торговый центр, квадратные еблища, блядь, все размазанное, блядь, капустой, нахуй, и, блядь, ищешь подруги своей подарок, да нам поебать, блядь, как ты ходишь на вечеринку с друзьями, мы знаем, что ты круто живешь, мы знаем, что ты такая охуенная, что все это, блядь, на последние отцовские деньги, но нахуя нам это показывать, блядь, и почему это набирает столько просмотров? Это ни к чему, тем более в таком возрасте, так что, ребят, кто вот смотрит это видео, не старайтесь таких искать, найдите себе... Да, действительно, придумайте индивидуальный стиль, придумайте, если вы даже... Да, да, делайте контент такой прям, вот, что пусть он будет каким-нибудь даже, блядь, спокойным, но сделайте его таким, чтобы все с него охуевали. Да, они, блядь, очередные сумочки, которые, может быть, и наберут просмотров, но за личность вас никто держать не будет. Спасибо, что вы были с нами на этом ролике, надеюсь, он вам понравился, если вы хотите третий выпуск «Противостояние», вы только можете поставить лайк, собственно, написать, какими командами мы будем играть в следующей серии, и какую тему бы вы хотели обсудить. Тему, тему, ребятки, и, может быть, вас какой-то троллинг устроит, да, там еще что-то, давайте, давайте. Ютуб, знаете, Ютуб, на самом деле, это такая масштабная, вот, слушай, Пума, Ютуб – это такая масштабная вещь, я думаю, мы к ней не раз вернемся в выпуске «Противостояние», только о ком, кого мы будем обсуждать? Мы можем обсуждать ютубер или какое-то мероприятие, событие, которое произошло на Ютубе, потому что Ютуб на один выпуск – это маловато, мы понимаем. Либо мы обсуждаем какую-нибудь тему про Ютуб или какого-то определенного блогера, либо, ребят, мы обсуждаем какую-то иную тему, там, музыкальный клип, какой-нибудь там трэш или какой-то, ну, мировой случай произошел, мы все можем обсудить в выпуске «Противостояние». Вам лишь остается только поставить лайк, подписаться на мой канал, подписаться на канал Пумы, который тоже будет обязательно в описании и ждать просто следующего выпуска. А также, ребят, скажите, какими клубами мы будем играть в следующем выпуске «Противостояние». Да, и, соответственно, тему. Все, ребят, спасибо огромное, с вами был Томас и Пума, до новых встреч, пока-пока. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok